Сегодня 55 семей вынужденных переселенцев поселков Гнутова и Толоковка получили от Венгерской экуменической службы помощь бытового топлива в фасованном виде. На очереди на получение топлива переселенцы, проживающие в Мариуполе-Сартане. Всего 300 семей. Своё содействие населению, пострадавшему от вооруженного конфликта на востоке Украины, Венгерская экуменическая служба оказывает не впервые. Первая помощь от организации жителям поселка была предоставлена летом минувшего года. Это были продукты питания и средства гигиены. А в декабре минувшего года 137 получили твёрдое топливо. Летом 2015 года была предоставлена первая помощь в виде продуктов питания и средств гигиены для переселенцев, которые переехали в город Мариуполь. Затем эта помощь при переговорах центров социальных служб и городских властей распространилась также на жителей посёлков на линии соприкосновения. И была предоставлена как гуманитарно-продуктовая помощь, помощь продуктами питания. И также была предоставлена в декабре 2015 года помощь твёрдым бытовым топливом. 130 семей тогда получили посёлков на линии соприкосновения. А сегодня, на сегодняшний день всего в Мариуполе и посёлках получат 300 семей бытового топлива. В Толоковке 55 семей сегодня получают. Твёрдое бытовое топливо жителям посёлка пришлось ученик стадии. Брикеты в их домах уже закончились. А весна теплом пока не радует, и помещение приходится протапливать. А это удовольствие не из дешёвых. Жительница посёлка Елена Сергеевна рассказала, что размеры её с мужем пенсии не позволяют приобретать топливо самостоятельно. Даже на продукты питания денег порой не хватает. Лишь благодаря гуманитарке есть возможность сводить концы с концами. Мы получали уже гуманитарную помощь от Красного Песа. Она нам приносила консервную муку. Галина Лосева раньше жила в Лебедино, где остался повреждённый осколком из снаряда в дом. Поэтому два года назад пришлось переехать в Толоковку. Минувшись зимой, семья мёрзла в своём новом доме. Топить было нечем. Зато следующего сетона холодов женщина не боится. Виктория Солодянкина проживает в Толоковке с двумя несовершеннолетними детьми. Недавно осталась без работы и состоит на учёте в службе занятости. Пособие по безработице мизерное. Поэтому женщина рада такому необходимому подарку. Уголь даст ей возможность сэкономить на газе. А вот эта помощь будет очень хорошо. Так я за газ платила, а теперь я сэкономлю и буду печку топить. А есть возможность печки? Да, у нас там есть и печка, и газовое отопление. То есть газ я могу перекрыть и буду печным отоплением. Намного будет экономнее. Дрова куплю и уголь будет, и очень будет хорошо. Заместитель председателя поселкового совета Толоковки Наталья Бирюкова сказала журналистам, что очень благодарна Венгерской коммунической службе за регулярную гуманитарную помощь, которую она оказывает жителям. Хотелось поблагодарить Венгерскую коммуническую службу за регулярную помощь нашим жителям. Это им очень необходимо. Каждый раз помощь разная. Были помощь и для средства личной гигиены, также твердое топливо, что сейчас нашим жителям очень необходимо.